МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Научными разработками в Хакасии профессионально занимаются в двух специализированных учреждениях. Это НИИ Аграрных проблем Хакасии и Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории. Кроме того, исследования проводятся в ведущих вузах республики, Хакасском госуниверситете и Хакасском техническом институте. Для поддержки науки правительством республики разработана комплексная программа. Основной программой, которая направлена на развитие науки в республике Хакасии, является программа развития научной, инновационной и научно-медренческой деятельности. Эта программа была принята правительством республики Хакасии в 2011 году, рассчитана на периоды 2015 года. Если посмотреть на объем средств, которые за эти годы выделяются, то для нашей республики это достаточно серьезные средства. Это где-то около 34 миллионов рублей, которые направляются на различные виды грантов, которые учреждаются согласно программе, на премии главы республики, председателя правительства республики Хакасии, на премии правительства, на премии молодым студентам, молодым докторантам и аспирантам. В республиканской программе выделяются 14 приоритетных направлений научных разработок. Среди них и развитие агропромышленного комплекса. Исследованиями занимается коллектив научно-исследовательского института аграрных проблем Хакасии. Институт является комплексно-назональным научным учреждением, ведущим фундаментально приоритетные прикладные исследования по научному обеспечению агропромышленного производства Юго-Средней Сибири. Зона деятельности института республика Хакасия, республика Тува, южный район Красноярского края. Исследования институт ведет в рамках государственной программы фундаментальных исследований Российской академии сельскохозяйственных наук. Прикладные исследования НИИ аграрных проблем проводят на конкурсной основе по грантам двух ведомств. Министерство образования и науки и Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики. Одно из направлений деятельности института – сохранение биологического разнообразия на территории Хакасии. Большинство исследований и опытов проводятся в ботаническом саду. Что мы делаем в коллекциях? В основном это наблюдение за ростом, развитием растений. По шкалам успешности мы выделяем наиболее перспективные, наиболее устойчивые в нашем регионе. И затем разрабатываем технологии для внедрения их в производство. Но так как группа называется «Борьба с пустынью», то, конечно, в первую очередь мы выбираем и отбираем растения для этой цели. Именно для борьбы с дефляцией почв. Также растения, которые пригодны для биологической рекультивации угольных отвалов. Именно эти растения в дальнейшем и внедряются в производство. У нас имеются патенты и авторские свидетельства на сорта совершенно новых растений, которые еще раньше не существовало. Ботанический сад – настоящая гордость института. В его коллекции около 700 видов деревьев, кустарников и травянистых растений. Представители фауны из шести регионов Земли. Сибири, Дальнего Востока, Средней и Восточной Азии, Европы и Северной Америки. Не все виды хорошо приспосабливаются к природным условиям Хакасии. Особый интерес к декоративным дикорастущим растениям, ведь они как раз и могут украсить заброшенные угольные отвалы или запаханные полигоны бытовых отходов. И сейчас существует как бы два направления изучения декоративных растений. Первое направление – это вот мы занимаемся изучением технологии размножения и развития почвопокровных растений. Вот мы там видим почвопокровные растения, ясколку полевую, допустим, вот очитки. И второе направление у нас – это выращивание таких уязвимых видов с помощью кулис. Кулисы – это хорошо приспособленные местные растения, между которыми высаживают редкие виды цветов. Приблизительно по такой же технологии возделывают и лекарственные травы. Почти 100 видов, большинство из них – завозные. Мы в основном здесь изучаем ритм развития растений, то есть насколько они адаптируются в наших условиях по сравнению с природными условиями. Ведь мы собираем растения различных природных зон и поясов, семена получаем по дилектусам из других ботанических садов, поэтому, может быть, вот некоторые виды, допустим, средиземноморские, они у нас не перезимовывают. Вот шалфей лекарственный, к примеру, лаванда. У этой кропотливой работы есть и практическое применение. Специалисты института уже сейчас могут выдать рекомендации садоводам по выращиванию лекарственных культур на своих участках, чтобы не ехать, к примеру, за редкой травкой за сотни километров в тайгу. Еще одно важное направление деятельности института – это обследование почв, пригодных для земледелия. Образцы грунта изучают на глубину до двух метров. Только так можно сделать точные прогнозы по плодородию почв. Это культуренная почва, она такого темно-серого цвета, это более увлажненная, вот видите, там серый цвет такой. Это каштановая почва, она менее плодороднее, чем чернозем. Но здесь она культуренная, более структуренная такая почва, да, что… А так она полеватая, легкого суглинка. И при использовании, конечно, все уносится большинстве ветром. Поэтому в этой зоне, как бы, считаем, что нецелесообразно заниматься земледелием. Самые лучшие результаты дают черноземы. Их в Хакасии предостаточно. Но сейчас, когда в республике начали распахивать земли, заброшенные в 90-е годы 20-го века, рекомендации ученых не всегда учитывают. Поэтому с 2015 года правительство республики планирует выделить средства на разработку детальной программы землепользования в Хакасии с обязательным применением полосной схемы. Разная культура, все, значит, в полосах пары, например, чередовать разной культурой. И при обработке задних также нужно нарезать полосы, чтобы уменьшить вот эту ширину пассивной полосы. Тогда ветер, как только доходит до 11-го полосы, она скорость уменьшается и прекращается разве на процессы. А менее плодородные земли можно использовать для естественных или культурных пастбищ. В лабораториях института выведены самые оптимальные сорта и виды кормовых трав. В результате вот этой селекционной работы за долгие годы селекционерами по кормовым культурам по однолетним травам было создано три сорта суданской травы, просо-абаканское кормовое и магар-степняк. По многолетним травам селекционерами создано два сорта пырья бескорнишного за эти годы, эспарцет, два сорта эспарцета и дуцерна. Эти сорта трав хорошо приспособлены к засухе. Если их комбинировать, можно получать гарантированно высокую урожайность при низкой себестоимости кормов. Идеальное условие для развития мясного животноводства. Кстати, животноводство и еще одно направление работы института. Создаются новые типы полугрубошерстных овец мясного направления, разработана программа разведения енисейского типа краснопестой породы молочного скота. Созданы перспективные планы селекционно-племенной работы в молочном и мясном скотоводстве. Ведется борьба с заболеваниями молодняка, крупного рогатого скота. С нами разработана система профилактических и лечебных мероприятий по желудочно-кишечным болезням молодняка, крупного рогатого скота и овец, которая позволяет сократить падеж на 30% и сократить продолжительность болезни в 2-3 раза. Мы применяем новые препараты, это висмут, вагом, энтеросорбин, гомеопатический препарат. Сыворотку мы готовим сами у нас в хозяйстве. Это в нашем институте, при нашей лаборатории. В группе коневодства специалисты работают по федеральной программе повышения мясной продуктивности табунных лошадей. Эта тема особенно актуальна для Хакасии. Ведь здесь лошади могут круглый год находиться на подножном корме. Но лошадей разводят в разных климатических зонах Хакасии. Специалисты сейчас решают, будут ли для каждой зоны разрабатывать свою программу или их рекомендации станут едиными. Причем советы ученых достаточно просты. Местные лошади хорошо адаптированы к климату и в принципе не требуют никаких вмешательств. Сами себя могут обеспечивать кормом. Главное – правильно организовать выпас, правильно организовать селекционную работу. Ну, соответственно, снижаются затраты на корма, затраты на производство продукции. Ну, соответственно, повышается рентабельность. И выгода от содержания лошадей, соответственно, будет гораздо выше. Это лишь небольшой спектр научных исследований, которыми занимаются специалисты Научно-исследовательского института аграрных проблем Хакасии. Общий объем финансирования научных разработок института – около 20 миллионов рублей. Три четверти – субсидии федерального бюджета. В результате реформирования российской науки институт вошел в состав Федерального агентства научных организаций России. А новизна полученных результатов исследований – это очень важно для научного сообщества – подтверждена получением порядка 50 патентов правительства Российской Федерации.